Я думаю, чё он ржёт? А он ещё и здесь как-то оказался. Чисто братанчик телепортнулся, походу. Но здесь его вообще нихрена не видно. Кстати, у меня, это, стамина закончилась. У меня, походу, звезда. Чпойнк! Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер. И добро пожаловать в хор, который называется Чаки the Killer Doll. И переводится как кукла-убийца. Собственно, прямо сейчас на главном экране можете видеть куклу. Ту самую куклу, которая сегодня за нами будет охотиться, ловить. Возможно, даже прикончит нас. Но не факт, постараемся убежать, постараемся затащить. И узнать, в чём же её секрет, почему её все так боятся. Нажимаем New Game. Нихрена себе звуки. Easy, Normal, Hard и Very Hard. Давай поставим на Normal. Потому что я всё-таки не профессионал. Чаки. Good Guy. Написано, что переводится как Хороший пацан. И... Лё... Звезда звуком, звезда звуком. А чё так громко? А я щас оглохну. Охренеть. Господи, слава богу, что здесь есть настройки звука. Это охренеть, как громко было. Продолжаем. Даже сейчас громко. Вы серьёзно? Это насколько нужно включить-то? Да, где-то так. И вот этот вот звук пердящий. Это происходит в игре, если что. Блин, и что я должен здесь сделать? У меня есть фонарик. И какой-то особняк, в котором я не вижу ни хрена. Могу открывать двери. Заходить, всё смотреть. Лё, ну звук звезда криповый, если честно. Он прям нагнетает. Чем-то напоминает Грэ... Закрыто. Грэнни. Возможно, реально здесь такая логика, что... Как бы нам предстоит найти ключи. Все возможные штуки. И избежать из этого дома. Но если это так, то это как бы сложнее, чем Грэнни. Потому что тут вообще ни хренашеньки не видно. В то время как в Грэнни ты, ну, понимаешь, когда там бабуля идёт, когда нет. Смотри, первый этаж не такой уж и большой. Мы его, по сути, исследовали. Идём вниз. Ёпт. Здорово. Тебя нужно обойти? Или подойти? Не знаю, что нужно с тобой сделать. Но, короче, закрыто. Выглядит так, как будто бы нужно два ключа. Охренеть. Блин, меня этот звук очень напрягает. Поэтому давай я ещё ниже сделаю. Где-то на двадцаточку. Да, где-то так. Потому что это звездец. Когда звук громче моего голоса, это прям явно перебор. Так, смотри-ка. Это, наверное, подружка Чаки. Хотя выглядит она как какой-то мужик. Ну да ладно. Может, у нас Чаки любитель такого. Так, хорошо, идём. Идём в надежде на то, чтобы найти какой-то ключик. Там, кстати, даже можно что-то увидеть. Там машина стоит. А, это тачка, типа гараж, всё такое. Кстати, Чаки пропал. Это плохо. Чаки пропал. И это значит, что теперь он появился где-то в другом месте. И, конечно же, может нас напугать, так как это хоррор. Но я надеюсь, что это произойдёт уже после того, как я найду все ключи. Я вообще не понимаю, это можно открывать или нельзя. Фонарик можно выключить. Спрашивается, зачем? Так, здесь ничего нет. Свет могу включить? Да, смотри. Я его, типа, могу включить. Он даже работает. Конечно, освещает так себе. Окей, подвал. Самое любимое. То, что мне нравится. И вот мы с вами спустились сюда. Какой-то ящик. Мы его открываем. И... Врубаем свет. Теперь у нас есть свет в подвале. Чётко. Так, и тут тоже нужен ключ. Да вы охренели? Реально Грэнни решили сделать? Я-то думал, тут скримочки и всё такое. Сюжетик. А тут нужно просто исследовать особняк и находить в нём ключи. Ну, я сейчас испугался конкретно звука, потому что даже не понял, что он куда-то поползёт. Но всё равно так, знаешь... Кстати, реально, я свет включил во всём доме. Вот теперь видно всё нормально. Закрыто. Два ключа. Ну, ничего не изменилось, по сути. Здесь картина с бабочкой. Давай поднимемся наверх. Может, там мы что-то упустили. Типа, сейчас-то у нас уже свет включен. Мы должны как-то заметить ключи. Здорово. Чё сидишь? Гыг. Тут есть кровяка. Туда мы, наверное, уже ходили. И туалет. Я, кстати, не помню, это я так его приоткрыл или нам типа Чаки намекает, что нужно сюда зайти. Даже не знаю. Так, давай, наверное, как-то более тщательно всё это дело проверять с тобой, потому что... По факту я обошёл всё, но ни одного ключа у нас нет. Как так? Здесь закрыто, тут закрыто. Подвал требует два ключа. Охренеть. Точнее, не подвал, а гараж с машинами. Блин, а я реально не понимаю. Ящики открываются, но не все. Типа, это первый шкаф, который реально можно исследовать. Что как бы наводит определённого рода суеты в геймплей. Потому что, ну, ты подходишь, тебе кажется, что можешь всё изучить. А хрен-то там, он просто не открывается. Так, подожди, а здесь я был? По-моему, да. Да, здесь я точно был. Ключ. Допустим. Press I to see the item. Ключ. Parents room key. Parents room key, скорее всего, это та комната, которая находится наверху. Давай туда сгоняем, посмотрим, что там. Это как раз таки вот та центральная дверь. Потому что это по-любому гараж. Так как там стоит тачка. А вот это вот как раз таки, около которой и сидит Чаки, скорее всего, комната родителей. Unlocked. Но мы нажимаем. Открываем. Чаки пропал, а тут звездец. Угу. То бишь, Чаки кокнул родителей. Непонятно, почему, как бы, дверь была закрыта снаружи. Ну да ладно. Так, и мы такие, о боже, что произошло. Нужно срочно искать ключи, чтобы отсюда свалить. А ключей нет. Так, почему-то у меня еще фонарик отняли. Так, вижу один ключ, хорошо. Это от чего ключ? Давай посмотрим. Гараж Кей-2. Все, супер. Гараж Кей-2 у нас есть. Ты так на меня не смотри. А гараж Кей-1 у нас почему-то пока что не найден. Давай думать логически. Могут ли в этой квартире предметы телепортироваться? Блёха. Я обосрался. Ага. Ага. Геймплей. Нормально. Я не знаю, что происходит и что с ним надо сделать, но я просто от него щемлю. Я понял. В этой суматохе, кажется, нужно реально найти последний ключ. И, короче, свалить отсюда нафиг на машине. Сказал, это так работает. У меня как бы фонарик пропал. А, не, есть. Хорошо. А, он на Е включается. Серьёзно, в какой игре фонарик включается на Е? Объясните мне. Обычно на кнопке мышки. Е, блин. Слушай, Чаки, вот у тебя подружка сидит. Ты можешь с ней там побазарить, кофеку попить. Нафиг тебе я вообще нужен. Здоровый дядька, блин. Так, давай ещё раз в подвал спустимся. Потому что я там был без фонарика. Может, я что-то реально упустил. Стрелочки нам помогают что-то найти. Хорошо, что у меня хп регенится. Это прям лайк. Подожди, а я могу типа вот так сделать? Ну, вроде как да. Так, давай сейчас его снова обхитрим. Ага. Смотри, один ключ мы открыли, реально. И нужно ещё один. Где взять-то, блин? В холодильнике. А! Да блин, не то нажал. Я зажал. Разработчики в играх. Делайте, пожалуйста, таким образом, чтобы интеракция с предметами у вас на Е, а фонарик у вас на кнопку мыши. А, так, изи, подожди. Лё, ты когда-нибудь видел такое? Контрольные точки. Контрольные точки в хорроре, в инди-хорроре. Камон. А, чё? Не понял сейчас. Как это ещё один ключ? Я только что его взял. А, подожди. А чего я вообще крышу подобрал? Атик кей. А, возможно, это от этой хрени внизу? Окей. Атик на английском переводится как чердак. Шо-то я не понимаю. Выключу свет тебе. Опять нас потерял, смотри. Это, то есть, когда я выключаю свет... Да нет, не может быть. Господи, я тупанул. Извиняюсь. Unlocked. А теперь opened. Зашибись. Так, и вот, собственно, наш чердак. 89, какие-то цифры. И шо здесь делать? Ключ взять. Ну, конечно. Это чё за ключ? Проверяем. Гараж кей один. Всё, супер. Помним, что чаки у нас тусит где-то внизу. М-м-м. Звезда. Не звезда! Капец, он меня сейчас потерял угарно. Так, всё, открываем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не будем рисковать. Сейчас ещё один кружочек дадим на всякий пожарный. Да-да-да-да-да. Всё. И теперь, я так понимаю, можно валить. Можно же валить? В смысле нельзя валить? А, 89. Подожди, почему, Ера? То есть, у нас родители хранят ключи от тачки в микроволновке? Понимаю. Короче, код 19-89. 19, потому что на одной из картин, точнее, под одной из картин, сейчас я тебе даже, возможно, покажу, есть эти цифры. 89, они в подвале, вот здесь. Вот картины бабочки. Да. И вот, смотри, хоп, 19. Так, нужно чайки как-то обмануть. Давай сделаем вот так. Быстренько введём пароль. А, 1, 9, 8, 9. Спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Берём ключ. А, это не ключ. А! Что я взял, подожди. А, слушай, я походу взял штуки, с помощью которых электричество запустится. Типа предохранителей, а-ля такое. Но, может, и нет. Проверяем. Нет. Тогда что я взял, блин? Плоскогубцы? Плоскогубцами можно эту цепь, конечно, обрезать. Если захотеть. Потому что, по факту, больше ничего не осталось. Капец, реально. Миллиард картин в этом доме. И вот я должен понять, что именно картину с бабочкой стоит уронить. Камон. Тогда уже пускай все ломались бы. Так, быстро, 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 быстро. Да, смотри, всё правильно. И сейчас, я так понимаю, туда сможем сопрыгнуть с тобой. Мгм. Опачки. И побежали. Чаки бежит за нами, но пофиг. Какой-то лабиринт. Надеюсь, не заблудимся. Давай, давай, давай. То налево, то направо. Ой-ёй-ёй. Эф. Всё, и я куда-то вылез. Зашибись, что это такое? Это я отсюда вылез? Блин, капец, реально какой-то лабиринт. Так, мне очень страшно, потому что я, опять же, нихрена не вижу. И незнакомая для меня локация. Тут тупик. Здесь какая-то стена. Которая открывается. И мы, я так понимаю, на кладбище. Ну, блин, какой же реально хоррор без кладбища? Всё вполне логично. Свечка. I don't need it right now. А кто засмеялся? Ну, понятно, что Чаки, я просто... В смысле, где он? Свечка сейчас не нужна. А чё нужно? Там ещё он чё-то горит. А, ещё одна свеча. Я их должен в определённом порядке собрать или чё? Мне это пока что не нужно. И тут какой-то склеп, да? Склеп, в который нужно вставить амулет. Ммм, любопытно. А где я его должен взять? А, здорово! Я думаю, чё он ржёт? А он ещё и здесь как-то оказался. Чисто братанчик телепортнулся, походу. Но здесь его вообще нихрена не видно. Кстати, у меня, это... Стамина закончилась. У меня, походу, звезда. А как я реально должен понять, где мне взять этот амулет, чтобы открыть дверь? Типа, ни одной подсказки. Просто пришёл, надо мной поржали и начали опять со мной гоняться. Серьёзно? Причём, свечи я брать не могу. Да в смысле не нужно right now? А сейчас? Здорово. Press I to see the item. Да, а чё мне муси-то? Я знаю, что это амулет. Его нужно вставить вон туда. Так, хорошо. И, скорее всего, после того, как мы откроем этот склеп, нам понадобятся свечи. Блин, зачем их вообще тогда было вначале размещать, чтобы путать икрака? Окей. Запихиваем и смотрим, что произойдёт. Нажимаем? А, окей. Мне нужен амулет. Да всё, уже есть. Так, зашли. И шо? И шо? А, окей. Молоток. А молоток зачем нам? I can break something with this. Мне нужно... Короче, я могу что-то сломать. Использую это. А это что? There seems to be something... Ага. In this page. Что-то, короче, есть на этой странице. То есть, есть какой-то перевёрнутый крест. Где-то. Свездец вы напридумываете, конечно, сюжет. Слушай, тогда... Я, правда, не понял. Это вот именно на стене? Да. Как удачненько мы с тобой зашли. Ломаем. Скидыш. А тут... Гроб. Нет, книга. А чё за книга? Book Shadow. Книга тьмы. Когда ты играешь в многие инди-хорроры, ты начинаешь порой задумываться, что что-то идёт не по плану. То есть, ты просто бегаешь по этому кладбищу. Пять минут, десять минут. Не понимаешь, что нужно делать. Зачем тебе эта книга? И потом просто пац, и в рандомном месте находишь такую штуку. И очевидно, что это нужно именно для книги. Но если бы я её не нашёл и побегал бы ещё там минут на семь больше, я же мог реально бомбануть, выключить всё и сказать, что типа всё, игра у вас плохая и как бы закрывайте. Поэтому я реально бы на месте разработчиков порой просто подсказывал бы игроку, что условно тебе нужно подойти к могилам с крестами. И там использовать что-то. Например, да, просто отдалённо. Потому что просто ты нашёл книгу, и никакой реакции главного героя, это немного странно. Хорошо, активируем. Looks like a book fit. Сейчас будем изгонять чаки, я так понимаю, да? Бля, ну анимация, конечно, нормальная такая. Прикольно. Может быть, что-то сказать, типа чаки из Иди, что-то такое. Либо он сам по своей воле с помощью пентаграммы это сделает. Возможно, сейчас нужны нам свечки? Да, слушай, скорее всего, реально, для пентаграммы нужны свечи. Ну, не спрашивай, откуда я это знаю. Просто поверь. Да, смотри, я был прав. Не будем рисковать, возможно, здесь можно сразу по 20 свеч брать. Но будем носить по одной. Place a candle on each point of star. Ого, работает. Зашибись. Как же я люблю, когда в хоррорах все работает. Это прям реально такой кайф. И до сих пор мы помним о том, что здесь где-то бегает чаки. Давай тогда их сразу соберем, если так можно. Надеюсь, что так можно. Никак в Гренне. Все-таки по одной. В чем проблема взять с собой несколько свечей? Ну, реально. Ну, так как это пентаграмма, то свечей всего должно быть 5. И как бы 2 у нас уже готово. Следовательно, осталось всего 3. И они где-то там, там и там. Все, изи. Сейчас как бы берем, договорим чаки, проваливай. И изи катка. Угу. Нужно реально, чтобы он как-то потерял нас снова. Потому что... Ну, конечно, это не проблема от него гоняться. Но когда этой музяки нет, все-таки как-то поспокойнее. Хорошо. У нас третья свечка. Ставим ее вот сюда. Реально, когда он появляется на тебя в виде скримера, это выглядит, конечно, крипово. Но когда ты его видишь заранее, издалека... Ну, типа, это вообще не страшно. Просто какой-то ребенок-лилипуд. Не знаю, ростом 30 сантиметров бежит на тебя с ножом. Ну, типа, серьезно. Так, и последняя свечка у нас здесь. Хорошо. Давай сейчас тогда эту отнесем. И останется поставить последнюю. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, по сюжету, да. То есть, мы вначале были в какой-то квартире, где произошла какая-то жесть. После чего мы попали в лабиринт. Через этот лабиринт пришли на кладбище. Здесь за нами снова гоняются чаки. Но все, что нам нужно сделать, это просто нарисовать пентаграмму, расставить свечи. Наверное, какое-нибудь заклинание все-таки, надеюсь, прочитать. И изгнать этого дурачка. Вот. Все. Последняя свеча. Берем и просто максимально шифтя бежим к нашей пентаграмме. Ну, и тем более он нас потерял. Нет. Он нас снова нашел. Фак. Ну, ничего. Я думаю, что он сейчас даже не успеет до нас добежать. Так как мы ставим последнюю свечу и происходит мэджик. Просто чекай. Скидыш. Угу. Где мэджик? Надо еще нажать. Looks like a book fit. В смысле, пять свечей. Что-то еще надо сделать? А он что-то уже близко как-то. Алеша, блин, я поставил пять свечей. Что не так? Может, его нужно заманить в центр? Хотя это бред. Или самому зайти в центр? I have to draw him closer. Что? Да, смотри, реально его нужно было завести в круг, чтобы это все произошло. И он в нем сгорает. Ну, блин, сорян, конечно, братан, но ты как бы лютый. У тебя был нож. Хотя по факту можно было просто с ноги выбить этот нож. И он бы нам ничего не сделал бы. Но у нас такая вот концовочка. И... Я так понимаю, это финал. Да, Chucky the Cursed Doll, геймдев инди. И разработчик какой-то Абнер Винчестер. Есть его почта. Директор такой-то, скринрайтер такой-то. Короче, большинство сделало вот это как раз-таки Абнер. В любом случае, респектуем этому чуваку за то, что он сделал рабочий хоррор. Да, не прям чтобы страшный, да. Нет какой-то офигительной графики. Но зато он работает. И то, что он задумывал в сюжете, мы все-таки с вами сделали. Тем не менее, видосик на этом подходит к концу. Если он вам понравился, можете поставить ему палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода всех новых видео. Ну а с вами был ваш Дакстр. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока.